Алла Ачинович, как никто другой, понимает важность благородной миссии донора. Работает в реанимации, поэтому кровь для нее – ценный ресурс. Признается, такая помощь – уже часть жизни. Та самая полезная привычка, которую стоит завести всем. К доброму делу медик подключила и сына. Донором я являюсь с 2004 года. Еще когда-то была выездная бригада одна здесь. Со станции они приезжали в Кличевский район, в Клич, и я там начинала сдавать. Я вышла с декретного тогда и вышла на работу. Как-то у нас много кто из моих коллег сдавали. И мне тоже захотелось. В нашей стране открывается все больше возможностей, чтобы поделиться жизнью. С 21 апреля вступает в силу новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов. В первую очередь увеличится возраст для сдачи – с 60 до 65. Неизменным останется выбор, получать ли деньги или помогать на безвозмездной основе. Льготы для почетных доноров – это 25% скидка на медицинские услуги платные в государственных учреждениях. Плюс донор сейчас имеет право получить 14 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска по согласованию с нанимателем. Не быть равнодушным – такой тренд набирает популярность в Могилевской области среди молодежи. Только в прошлом году из 5 тысяч доноров 25% – белорусы до 30. В Бобруйске первичную консультацию прошли свыше тысячи человек. Из них 400 допустили к сдаче крови. Увы, не все могут пройти отбор по медицинским показателям. Остальным все равно необходимо соблюдать несколько правил. Не приходить на донацию в состоянии недомогания, во время острого и обострения хронического заболевания, при приеме лекарственных препаратов, в том числе с профилактической целью, после физической нагрузки, после ночной смены, в состоянии перенапряжения. Самая редкая группа крови и потому очень востребованная – четвертая отрицательная. Она есть всего 8% населения. Стать донором могут и того меньше. Поэтому так важно не оставаться в стороне и не бояться поделиться жизнью. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.